Всем привет! Вы на канале V&G Build House. И для тех, кто присоединился впервые, я напомню, что мы семейная пара, которая строим наш уютный, экологически чистый дом. И сегодня мы приоткроем занавес, и вы увидите наш первый маленький успех, первый шаг на пути к цели. Я думаю, очень многие из вас занимались стройкой, делали ремонты, и вы знаете, насколько это всё может долго затянуться, когда сдают нервы, и всё надоело. И поэтому мы решили с моим мистером Геннадием, с моим прорабом, с моим любимым мужем, что нужно себя как-то мотивировать и начать строить с третьего этажа нашей красивой мансарды. Кроме этого, когда ты занимаешься стройкой, очень много грязи, а хочется так уюта, тепла, чтобы можно было, поработав, прийти в какое-нибудь уютное местечко. И поэтому мы решили начать с третьего этажа. Как вы думаете, это правильное решение? Когда вы строили свой дом, вы тоже начинали с третьего этажа? А может быть, с первого? Напишите нам в наших комментариях. Как и многим слушателям, нам хотелось жить в современном, экологически чистом доме. Дом – это место силы. И для того, чтобы не ждать, потому что это очень долгий процесс, мы решили всё-таки обустроить мансарду. Если вы хотите что-то получить от Вселенной, психологи советуют рисовать себе эти картинки в вашей голове. И я не исключение. Я начала исследовать, придумывать, но мне было очень тяжело это представить, поэтому я купила себе скетчбук, занялась скетчингом и попыталась рисовать. Я не профессиональный художник, но дам вам совет, то есть, может быть, вам это тоже пригодится. Вот, начала рисовать структуры, дерево, рисовать комнату, изучать фронтальную перспективу. Но, скажу честно, мне это всё не понравилось. Сейчас я не всё поняла, потому что я не профессиональный дизайнер, но, тем не менее, это мне помогло представить мою будущую мансарду. Может быть, вам это тоже поможет. Скетчбук очень интересный, здесь можно рисовать всё, что угодно, и деревья, и предметы. Итак, я поехала в отпуск и решила, что я должна всё-таки что-то нарисовать. Мне, конечно, смешно сейчас смотреть на этот рисунок, потому что у меня здесь стоит совсем всё не так. Вот так, если развернуть, вы посмотрите наше видео и поймёте, что произошло, да, то есть дизайн был совсем другим, чем нарисован здесь. Но для чего это надо? Это надо для того, чтобы вы потом, посмотрев через полгода, поняли, где были ваши ошибки, и что вам хочется изменить в вашей душе. Потому что на тот момент мне казалось, это идеальные комнаты, когда я себе нарисовала. А спустя полгода посмотрев, поняла, что всё-таки я, наверное, расположу предметы интерьера в другом месте. Ну что, я думаю, вам будет интересно посмотреть наше начинание. Добро пожаловать в нашу мансарду! Итак. Начнём нашу экскурсию. Посмотрите на нашу чудесную калитку в эко-стиле. Она сделана из дерева сосны метр десять на метр двадцать. Хочу вам показать щеколду деревянную. Вот она красиво, легко ездит. Наша калитка покрыта моющей краской вот такого приятного цвета. Ну а теперь пройдёмте, посмотрим на наш ноу-хаус. Хочу вам показать нашу дизайнерскую перегородку. Посмотрите, какая она у нас получилась чудесная. Сделана из сосны, из сухой строганой доски. Вот из таких красивых ламелей. Вот они. Цвет роз, розовая. Покрыта тонирующим маслом специальным. Очень масло мягкое, приятное на ощупь. Идея этой перегородки была взята из журнала французского. Но мы всё это доработали, доделали всю эту идею, сделали по-своему. Потому что там была простая полочка, которая на колёсиках, и она ездила. Ну, просто на колёсиках ездила. Мы же поставили эту перегородку в пол, вкрутили там вот болтики туда, чтобы она у нас хорошо держалась. Видите, крепкая была. Ну и добавили свои элементы красивых полочек. Если вам это понравится, можете взять себе это на вооружение. На полочках у нас стоят фотоальбомы, для того, чтобы потом напоминали нам о наших счастливых годах. Также есть такой вот красивый фонарик. Ну, включу. Мы с петельцем поставили для нашего создания уюта. Ну, чтобы создать настроение, мы используем вот такие вкусно пахнущие лавандовые палочки. Так, посмотрим дальше. Кроме этого, это мои травки сушёные, которые тоже придают такой шарм, мешочек красивый. Ну, и сейчас я вам покажу, открою маленькую заветную тайну. Это наш альбом, в котором мы делаем маленькие фотографии, воспоминания нашей любви с мужем, как строилась наша пара, о нашей жизни. И здесь я делаю заметочки о том, можете себе тоже так придумать, как мы строим наш дом. наш участок. Начали мы строить в 2018 году. Ну, и кому будет интересно, мы сделаем репортаж о том, как мы выбирали наш участок, сколько построили, какие были трудности. Но это уже в следующем видео. А сейчас я вам покажу наши бомбические топчули. Посмотрите, это для мальчиков, а вот это для девочек. надеваешь один, потом другой. Все, после работы ты пришел уставший, тебе вообще ничего не хочется, хочется только свалиться и быстрее отдохнуть. И ты надеваешь их и чувствуешь комфорт. Каждая клеточка твоего тела, организма, твоей стопы ощущает это приятное ощущение. И тебе совсем не хочется из них вылазить. Так вот, для тех, кто хочет научиться вязать такие топчули, присоединяйтесь на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно вас научу, пишите это в комментариях. Затем мы купили кровать. Габариты у нее большие, 180 на 200. Посмотрите, какая она у нас красивая, чудесная, но с каким же трудом мы ее заносили. Наши рабочие нам сказали, что нет, мы ее заносить не будем, вызывайте другую бригаду и пришлось их просто упрашивать, умолять, чтобы они нам помогли. Спасибо им, все-таки они согласились помочь, и мы все вместе ее затащили. Хоть и она и была разделена на несколько частей, но эти габариты очень огромные, поэтому учитывайте всегда размеры кровати своих желаний, когда вы будете что-то делать. Итак, после этого я сшила комплект из такой вот чудесной ткани махры, это цвет пудра, зимний вариант, хотелось, чтобы все было в тон, этот комплект соответствует моим шторкам, вы можете вот посмотреть, шторки сделаны из муслиновой ткани, это хлопок, коротенькие специально, сделаны как в стиле современной деревни, мне очень хотелось вспомнить наших бабушек, прабабушек, которые сами шили шторы, эти шторки тоже я сшила сама, они очень подходят к нашему интерьеру, к нашей красивой перегородки, ну ладно, хорошо, давайте посмотрим дальше, карниз, карниз у нас обычный, простой, для того, чтобы не было ничего лишнего, чтобы его почти было не видно, посмотрите, какой у нас получился аккуратный, красивый подоконник, он тоже деревянный, для того, чтобы дом дышит, мы дышим, и мы стараемся не использовать ничего пластикового, ну могу даже немножко приоткрыть окошко, сейчас на улице холодно, минус 5, зима, то есть у нас так все аккуратненько, красиво, дальше давайте посмотрим на вот эти вот наши чудесные полочки, никто не поверит, но они сделаны из обычной, ненужной доски сосновой, которые у нас валялись, и мы думаем, потом найдем им применение, решили не покупать, сэкономить, и получился вот такой чудесный результат, из доски это все шлифовалось, закруглялось, делались такие вот красивые, вот такая вот красивая резьба, посмотрите, сделана моим мужем Геннадием, спасибо ему, потому что полочки очень гармонично сочетаются со стеной, вы видите, что тут нету ни единого волтика, да, то есть они как бы туда вот прям плитые, вот, поэтому стиль, мне кажется, получился очень хороший, покрасили мы их маслом, обращайте внимание, когда вы красите очень много разных производителей, и можно испортить даже самое очень красивое какое-то изделие, потому что здесь качественное масло, но перед этим мы пробовали на трех экземплярах, и хорошо, что мы это сделали заранее, посмотрев, мы поняли, что нужно на это очень обращать внимание, на чем можно все испортить, они так сильно тоже приятные, просто не успели, спасибо, так, давайте дальше перейдем вот сюда, это у нас уголок такой комфортом, чаем, отдыхом, там вот есть два зайца, это мы, это я, мисс Виктория, мы мистер Геннадий, которые все движемся вперед, пытаемся двигаться вперед, хочу, здесь, конечно, много посуды, эта посуда потом здесь не будет, она перейдет на первый-второй этаж, когда мы это делаем и осуществим, но пока это очень вот даже удобно, потому что все под рукой и хочу показать вам маленький наш столик такой вот кофейный, да, прикроватный, его можно по-разному назвать, я сшила вот такую вот овальную салфетку для того, чтобы здесь капли не капали, да, и было всегда красиво, очень люблю комфорт и я думаю, что здесь у меня это получилось, хотела купить самовар, но были или огромные самовары или очень дорогие, поэтому делала выбор на вот таком красивом чайнике, он карфоровый, держит тепло, и что хорошо, когда ты занимаешься чаепитием, кроме этого, хочу вам показать такой красивый заварник, здесь у меня ситечка, и мы любим очень пить травяные чаи, завариваем их, посмотрите, сейчас я покажу, как это сделаем мы, у меня есть разные баночки, в этом году я насушила и смородину, и люблю малину туда добавлять, вот, особенно люблю чай с можжевеловой ягоды, это не реклама, это реально вкусно, ну, и очень приятно ощущать запах вот таких маленькие кедровые шишечки, вот такие вот, которых я обычно кладу по 2-3 штучки, когда завариваем чай, можете посмотреть, ну, это немножко попозже я сейчас покажу, итак, вот такой чудесный заварничек, и посмотрите чайный колпак, связала я его крючком из трикотажной пряжи, для чего он нужен, когда вы налили кипяток, и туда все ингредиенты уже заложили, я его накрываю, и все, оставляю минут на 10, для того, чтобы наш чай настоялся, и потом просто очень-очень приятный, вкусный аромат создается с этим эффектом, если вы хотите, чтобы мы с вами связали такой чайный колпачок, я думаю, что вам он очень понравился, то это не проблема, даже если вы не умеете вязать крючком, мы с вами это сделаем, пишите в комментариях, я научу как это делать, так, продолжаем, ставим на место наш чайный колпак, вот, ну, и сейчас у нас раздел, наверное, мастер, здесь мой мистер Геннадий сделал такой вот дизайнерский, не побоюсь этого слова, комод, потому что сделан он из щита, да, называется это, мебельного щита, который мы купили, были такие здоровые, здоровые доски такие, которых нужно было тоже распилить, померить размеры, в общем, работы здесь очень-очень-очень много, это уже, наверное, будет другое видео, хочу вам показать, для чего это надо, чтобы все было спрятано, чтобы был у нас с вами не уют, ничего не мешало, здесь я сделала ложечки, вы можете даже посмотреть, да, Геннадий можете показать, вот, кофе, чай, такие вот фарфоровые у меня тарелочки для формочки для чая, так, дальше вам покажу, вот он немножко иногда не очень хорошо закрывается, но это не наша вина, это вина производителей, которые делают все эти шурупчики направляющие, да, и нужно, конечно, выбирать тоже правильные, качественные, да, вот, здесь у нас разные вкусняшки, можете посмотреть, я думаю, все любят перед телевизором вечером чего-нибудь перекусить, как это говорится, перекус, морская капуста, орешки, ну, в общем, хомячимы, так, и дальше внизу, это у меня такой вот разделчик чисто для воды, для чего-нибудь такого, так, ну что, пойдемте дальше, я вам сейчас покажу наш столб, да, у кого есть этого столба, столбище, могу его так назвать, потому что он тоже сделан своими руками, вообще, все, что здесь, в этой комнате, на нашем мансарте, мы все сделали своими руками, ну, наверное, кроме кровати и телевизора, потому что это уже гаджеты, так, столб состоит из четырех просто досок, мы взяли четыре доски, такие большие, красивые, их склеили, замазали здесь замазочкой, покрасили, ну, и вот получился вот такой вот результат, столбище, да, является опорой для нашей крыши, ну, и для наших нижних этажей, ладно, пойдемте дальше, хочу вам показать нашу вторую часть нашей мансарды, она должна быть свободной, чтобы дышалась легко, не хочу ничего наставлять, единственное, что, может быть, я здесь добавлю, я вам покажу, что здесь будет висеть какой-нибудь гамачок такой расслабляющий, потому что идея мансарды это только здесь расслабляющий эффект, здесь будут у нас останавливаться гости и релакс, здесь ничего современного такого, да, так, давайте вам покажу наш шкаф, здесь я занимаюсь своим вязанием, да, я думаю, интересно, посмотрите, мои нитки всякие, здесь, чтобы было все спрятано и ничего не мешало у нас одеялки, ну, и корзина для носков, многие удивляются, почему корзина, да, обычно носки находятся в другом месте, но это очень удобно, можете попробовать, Новый год мы еще не сняли, сегодня уже старый Новый год прошел, китайский Новый год тоже, ну, ладно, уберем, здесь зона такая, чтобы никто ничего не увидел, но чтобы не бегать потом на первый этаж, здесь у нас пылесос и небольшая швабра, да, чтобы быстренько можно было промыть все, ну, и также это будет для мальчиков потом можно будет раздеться, так, дальше я вам покажу это, эту часть шкафа, здесь у нас моя машинка, всякие там нужные штучки для Джессики, для моей собачки, новые какие-то вещи, ну, и вот эти коробочки отсюда тоже уберутся, вообще здесь все будет потом по-другому, Новый год пройдет, все это мы уберем, здесь тоже у меня швейное дело, так скажем, да, всякие нитки, то, что нужно девочкам, когда мы мастерим, вот, ну, и в этом же шкафу то же самое для мастерства, окей, ну, а сейчас я хочу вам показать еще тоже сделанный своими руками наш диванчик, это, наверное, вообще место релакса, потому что, когда тебе плохо, у тебя плохое настроение, тебе что-то его испортило, ты можешь присесть, закрыть глаза, ну, и просто расслабиться, это место было создано для того, чтобы просто, вот, не бежать, да, мы постоянно все куда-то бежим, отдохнуть, посмотреть, что делают соседи, ну, и просто помечтать, вот, можете посмотреть, если вот сейчас оператор наведет сюда вперед, то вы увидите здесь картинку такую, где написано Be Happy, здесь будут наши фото поставлены в дальнейшем, я пока смотрю на вот это и мотивируюсь, enjoy every moment, наслаждайся каждый момент вот в этом маленьком уютном месте, в общем, это место, где мы реально отдыхаем и мечтаем, ну, еще хочется рассказать вам немножечко, ну, вот эти столы, они уберутся, это временные, это у нас был Новый год, у нас здесь были гости, и мы накрывали стол, посмотрите наверх, вы увидите, опять же, скажу, дизайнерский абажур, да, в принципе, назовем его так, как вы думаете, он из чего сделан, ладно, не буду вас томить, он сделан из бумаги, из бумажной лозы, как это сейчас называют, да, вот так можно лучше видеть, там есть узор, который я плела, скажу честно, я не мастер, опять же, да, и всему можно научиться, кому будет интересно, пишите в комментариях, вместе с вами скритем такой же абажур, потому что я планирую прийти такие все, ну, такие разные абажуры по всему дому у нас дальше, дальнейшем, мы будем делать ванну, душевую, и тоже планирую туда это делать в этот интерьер. Вот так вот, ладно, я думаю, что вам понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Ну и сейчас о самом приятном, наверное, для вас. Я еще покажу кое-что. Мы сейчас с Геннадием Алексеевичем, моим мужем, занимаемся и делаем душевую кабину. Так вот, я сделала, связала вот такой вот коврик, 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 опять же, из трикотажной пряжи, как и колпачок, мы с вами смотрели, и хочу вам продемонстрировать, как это будет выглядеть, потому что ножки должны ощущать комфорт. Ну, в общем, здесь, когда идешь, ощущаешь такой массажный эффект, вот как будто ты на каких-то волнах, такое прикосновение, нежное-нежное, как будто ты у массажиста какого-то, ну, очень приятно, посмотрите, какой вот рисуночек, и всему этому можно реально легко научиться, ну, легко это сделать, сделала я это крючком, потому что весь дом хочу сделать из эко-материалов, это настоящий эко-материал, ну, посмотрите, да, можно даже поближе посмотреть, вот, он легко стирается, его легко пылесосить, крошки, которые падают, вот, я вам сейчас еще пойдемте покажу, сразу вот сюда, вот у нас также сделано из эко, да, из эко-материалов, трикотажной пряжи, ну, в общем, крошки, которые падают вот сюда, они проваливаются, там есть небольшие маленькие дырочки, и их не видно, и кажется, что всегда чисто, это так и есть, то есть, убираюсь я прям, ну, раз в неделю, да, не скажу, что очень часто, то есть, и кроме этого, очень приятные, да, эффекты, утром просыпаешься, и просто вот ножками своими встаешь на приятные ощущения, начинаешь позитивный свой день, а это важно, если ты начнешь позитивный свой день, то и день пройдет успешно, это уже вот прям заметили, не только мы, так вот, легко стирается, и поэтому, к чему я это все говорю, как вы думаете, потому что я очень хочу поделиться с вами частичкой нашей души, мы вкладываем в свой дом, сейчас, минутку, всю душу, и хочется вот с вами поделиться вот такой вот красивой частичкой, я связала вот этот коврик, специально для вас, он пригодится в любом месте, и в спальне, и в ванной, и в туалете, и может быть, ваш питомец захочет там полежать, ну вот, вот такой чудесный коврик, для чего же я это все говорю, когда у нас будет 100 подписчиков, мы разыграем этот коврик между вами, и кому-то он достанется, ну а также дальше будем расти, и подарки вас ждут, и впереди, в последнее время я очень много стала мастерить, мне прям вот хочется, это для чего очень успокаивает нервы, советую всем, два часика, часик в день, в неделю, займитесь этим делом, так вот, кому интересно, опять же, к нам присоединяйтесь, и мы с вами вместе свяжем вот такую вот салфетку, для чего она нужна, да, для заварничка, для чайничка, для декора красивых, вам придут в гости, и вы сможете их удивить, ну и вот такая вот воздушная паутиночка у меня получилась, хочу показать, вот, кому тоже будет интересно, пишите, давайте подумаем, с чего мы начнем, что мне выложить первое, показать паутинку, топчули наши, или коврики, в общем, давайте решим вместе, что вам больше понравилось. На сегодня все, подписывайтесь на наш канал, кому понравилось, ставьте лайки, ничего нет невозможного, двигайся, чтобы сохранять равновесие.